Дорогие друзья, с 20 по 22 мая 2021 года на базе Общества знания при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации прошел просветительский марафон «Новое знание». Предлагаем вашему вниманию запись выступления заслуженного деятеля науки Российской Федерации, директора Института когнитивных исследований СПБГУ, члена корреспондента Российской Академии наук Татьяны Владимировны Черниговской с лекцией «Образование в 21 веке. Взгляд из когнитивной науки». Все желающие смогут посмотреть полную версию записи прямой трансляции марафона на официальном сайте проекта marafonznaniarussia.ru, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Желаем вам приятного просмотра. Татьяна Владимировна, презентация готова, вы ее видите? Пока что я вижу только вас двоих. Татьяна Владимировна, да, даем презентацию, так чтобы вам было видно. И замечательно, что вы все-таки начали заниматься мозгом. Конечно, замечательно, потому что во мне есть, знаете, некоторый авантюризм, поэтому если мне что-то становится невероятно скучно, то я это бросаю. А если что-то невероятно интересно, то я начинаю этим заниматься, хотя и не специалист. Но набираешь ведь. Я же в итоге стала доктором и биологических наук тоже, хотя у меня изначального образования не было биологического. То есть все возможно. Я к этому плане. Ну хорошо, вернемся к нашей презентации. Вот на первой картинке, которую вы видите, на ней не только написано, что мы посмотрим на образование, которое предстоит вот в этом веке как-то организовать, но и глядя из моей области, которая называется когнитивная наука. Я бы обратила ваше внимание на две эти картинки. На первой из них сидит джентльмен в цилиндре, он читает газету, ну скажем, Guardian. Он спокоен, с собой доволен. Но только сзади идет паровоз, который его вместе с газетой Guardian сметет сейчас. И как вы понимаете, это метафора того, где мы сейчас оказались. Нам успокаиваться-то нечего. Мы оказались на другой планете. Вот коллеги, друзья, молодые и зрелые всякие. Я вам всем сообщаю, что мы переехали на другую планету. Более того, нет той ракеты, которая привезла бы нас обратно. Поэтому в этом вот мире, в который мы попали, нам надо учиться жить. Это другой мир. Это я не для красоты говорю, я говорю чистую правду. Я в этом уверена. Мы не вернемся в предыдущий мир. Поэтому расслабляться и сидеть вот так на рельсах, ждать, пока нас этот новый мир переедет, смысла нет. А на второй картинке изображен мой любимый зверь, и это кот. Вот у меня уже третье издание вышло, книги, которая называется «Чеширская улыбка кота Шрёдингера». Этот кот Шрёдингера, он одновременно из Шрёдингера, ну, как вы знаете, наверное, эту историю. Это мысленный эксперимент, когда кот, пока он заперт в своей коробке, он одновременно жив и мертв. А узнать о том, жив он или мертв, можно только открыв ее. Но это длинная история, у нас сейчас нет времени это обсуждать. А второй кот, это Чеширский кот из Алисы. Если помните, там самого кота не видно было, а появлялась его улыбка только, что тоже очень глубокое философское такое наблюдение. Так вот здесь этот кот, одновременно тот и этот, он из тумана выходит, и он, как видите, он огромный. Он больше, чем деревья. Ну, поговорим об этом. Давайте следующий слайд. И на этом следующем слайде, я надеюсь, где он спрашивается? Да. Вот поставлены вопросы, которые все сводятся к одному вопросу. А вообще, кто в доме хозяин? Понимаете, мы про мозг знаем довольно много. И более того, узнаем каждый день всё больше и больше, потому что я, естественно, не знаю, кто меня слушает, но, уверяю вас, каждая из развитых стран, в которых есть достаточные деньги, потому что это дорогое дело, имеет проекты по изучению мозга. Речь идёт не только о миллиардах долларов или евро, а скорее даже и о триллионах. Это очень дорогая история. Никто не стал бы тратить такие бешеные деньги, если бы те, кто этим занимается, не понимали, что мы должны знать, как у нас устроено здесь в голове всё. Если мы этого не будем знать, ничего хорошего не будет. Кто в доме хозяин? Вот мой вопрос. Потому что у нас есть данные, которые сообщают нам, что мозг принимает решение за некоторое время, это, конечно, речь идёт о секундах, но секунды для мозга — это огромное время. Так вот, мозг принимает решение за несколько секунд до того, как человек, который вроде бы владеет этим мозгом, он решение принял. Как он считает? Понимаете, получается, что решение принято до того, как я об этом знаю. Вообще-то говоря, это оскорбительно нам. Но это отдельная тема, это я вас просто интригую. Так вот, наше время, в которое мы попали на этой новой планете, ставит перед нами очень острые вопросы. А именно, кто мы такие? Мы существа такие же, как все другие существа на этой планете. У нас есть какие-то цели? И я надеюсь, наша цель не сводится к тому, что как можно больше гамбургеров съесть, правда? Или больше, чем другие, сумок купить? Или туфель купить? У нас цель вообще какая-то есть. Или мы так просто жуем, живем и жуем. Вот как можно больше там что-то съесть. Конфеты или пепси-колы выпить. Согласитесь, это нехорошая идея. Если мне покажут еще раз мой слайд, то мы будем дальше говорить. А мы будущее свое... Вот мы говорим, что мы боимся будущего. А мы его каким хотим видеть? Вот если представить себе, что у нас власть есть такая, управлять будущим, то мы бы хотели, чтобы было что? Чтобы на планете не было болезней, чтобы хватало энергии. Я бы даже сказала, что бог с ними деньгами, пусть не будет этих денег, а пусть все счастливо и весело живут. Но возможно ли это? А кого мы должны воспитывать и учить, чтобы такое будущее, такое, как мы хотим, не обязательно такое, как я описала, чтобы такое будущее состоялось? Кто должны быть эти люди? Они должны быстро думать, они должны быстро печатать на машинке, в смысле на компьютере. Что они должны делать? Вот тут перескочил почему-то слайд по-другому. Я не знаю, почему он перескочил. Вернули обратно. Я только управляю. Да. Как один из серьёзных вопросов, которыми сейчас все увлечены, я сама была на многих дискуссиях про это, как мы будем сосуществовать совместно с искусственным интеллектом? Искусственный интеллект становится всё мощней и мощней. Он не устает, у него не болит голова, у него не бывает плохого настроения, ему не надо спать, он работает всегда, состязаться с ним нельзя. А всё-таки что-то есть, что мы умеем делать лучше, чем он. Если бы у нас было время, я бы вам про это рассказала. Но всё-таки мнение, а кто и что будет делать? Если представить себе, что искусственный интеллект будет делать за нас всё. Варить кофе, обед он нас будет возить, он будет копать руду, он будет обеспечивать всё производство на любом заводе или фабрике. А мы-то чем займёмся? Обычно мне на это отвечают, а вот люди займутся творческой жизнью. Они будут писать поэмы, они будут играть на людьми и заниматься высоким искусством. Что-то не верит в то, что так будет. И есть много возражений против такого сценария. Ну и в частности, в связи с этим говорят такой термин, как цивилизация праздности. Когда людям, вообще-то говоря, и делать нечего, кое-что на эту тему уже началось. Ведь есть страны, где базовый доход, так сказать, людям платят. То есть некоторую там стипендию или пенсию, или неважно, как она называется, для того, чтобы с головой не умереть. И чтобы только человек ничего не делал. А вот пусть у него будут достаточные средства, только пусть он ничего не делает, машины сделают вместо него. Это вообще не может быть. Давайте следующий слайд, посмотрим, что из этого следует. Насколько я помню, следующий слайд вот именно про это. И называется он «Дивный новый цифровой мир». Ну, мы все знаем замечательную игру в шахматы, в ней играли люди. И это высокоинтеллектуальная игра. До определенного момента все было так легко, пока первая из программ шахматных не победила тогдашнего чемпиона мира. И тогда все вздрогнули, потому что друг к другу сказали, ну как же, наш лучший интеллект, и теперь его победила эта машина. Ну, дальше там у этого была целая история, опять же, нет времени рассказывать про это, но тогда специалисты стали говорить, ну хорошо, шахматы, это, конечно, замечательная, очень сложная игра, но в конце концов, это просто перебор операций, и машина, которая, мы знаем, как ее научить, машина, в смысле программа, мы знаем, как ее научить, и у нее бесконечная память, повторяю, она не нервничает, не спит, ничего. Короче говоря, шахматы эта машина взяла, но она взяла и кое-что другое. Вот, например, всегда говорили, что игра в ГО не поддастся искусственному интеллекту, поддалась. Вот на этой картинке Лиси Доль, такой абсолютный чемпион по игре в ГО, он был разгромно разбит программой Альфа ГО. Следующий слайд, пожалуйста. На этом дело не кончилось. Потому что с тех пор эти обучаемые программы, вот Альфа ГО, Альфа Зиру, они овладели СЁГИ, ГО, они играют даже в покер. Дело не в игре, как вы понимаете, а дело в том, что они наступают на нашу территорию. Те вещи, которые считалось, что может делать только человек, оказывается, может делать и машину. А зачем нам вообще это надо? Вот зачем мы исследуем искусственный интеллект? Есть разные варианты ответа на этот вопрос, я их задам в вопросах. Первый вариант — это чтобы понять, как устроен наш мозг. Потому что мы ведь, когда делаем искусственный интеллект, мы оглядываемся на человеческий мозг, на реальный мозг. Ну, как известно, любой эксперимент ведёт к тому, чтобы проверить, правильно ли мы понимаем, как функционирует оригинал, то есть наш сам мозг. Хорошо, если так, ничего. Есть второй вариант. Мы делаем это для того, чтобы нас биологически и технологически улучшить. Есть даже такое мнение, создадим новых людей, которые будут быстрее, у них будет лучше память, они будут умнее, они будут всё делать лучше, чем современные люди. То есть улучшим людей. Это на тему Франкенштейна вообще-то говорят. А вот есть и те, которые ещё дальше идут в этих размышлениях. А именно, они говорят, а мы оцифруем наш эмоциональный и ментальный мир, нас, людей. Запишем это, условно говоря, на флешку и тем самым достигнем бессмертия. Вот тебе, внучок, флешка, вот ты её включай и будешь видеть всю мою жизнь. Причём вообще всю. Не историю моей жизни, а все ощущения, вкус, запах, вообще всё. Следующее — это, чтобы улучшить нашу жизнь, передав многие из функций, которые мы делаем сейчас сами, искусственным системам. Вот я бы сказала, что меня устраивает первый вариант ответа и последний. Если мы делаем искусственный интеллект, чтобы он вместо нас работал, делая тяжёлую, нудную или вообще невозможную для человека работу, то на здоровье я ничего против не имею. Если мы занимаемся этим, чтобы узнать, кто мы сами, как устроен наш мозг, я тоже ничего против не имею. А вот всё остальное у меня вызывает резкую отрицательную реакцию. Посмотрим, что на следующем слайде у нас будет. Вот эти самообучающиеся программы ТИФА, Альфа-ЗИРО, они взяли все наши рубежи. Понимаете? Вот мы считали, ну хорошо, шахматы — да, а вот ГО, СЁГИ и Покер, они не возьмут никогда. Вот я бы обратила внимание на второй абзац. Вот это меня глубоко потрясло. Альфа-ЗИРО побеждала другую программу за счёт своей так называемой глубокой интуиции. Её способность перебирать ходы была очень небольшая, всего 80 тысяч позиций в секунду. А другая программа, Стокфиш, она перебирала 70 миллионов позиций в секунду. И тем не менее, та, которая медленнее работала, выиграла, потому что она оказалась хитрее и умнее. Она использовала холистическую стратегию и так называемую искусственную интуицию в противоположность жёсткой переборной логике предыдущих программ. Сами игроки, люди, они были очень поражены этим. Они даже описывали эту программу игры как инопланетную. Они говорят, такие ходы, которые мы видели в исполнении этой программы, они никогда не встречались у людей, и более того, они никогда не встречались и у программ, которые создали люди. Канния бы сказала, хорошо, давайте поживём ещё тысячу-другую лет, может быть, и люди додумаются до этого. Может быть. Но пока что они нас переиграли на нашем поле. Когда речь идёт об искусственной интуиции и о хитрых ходах, которые забивают возможности быстрого перебора операций, то это вообще угрожает. Давайте посмотрим на следующем слайде, что у нас будет. Таким образом, эти программы могут нас переиграть. Они перескочили через барьер, который называется интуиция, потому что мы всегда говорили, то, где логика, это всё, это они могут. Но вот там, где интуиция и где такие странные, непонятные даже самим игрокам ходы, независимо от того, речь идёт об искусственных играх или о жизненных ситуациях, о креативном поведении, не знаю я, почему такое решение принял. Не знаю. Принял и всё, и выиграл. А что значит принял? А кто принял решение? Мозг принял? Я принял. А я и мозг. Это одно и то же. Это я вопросы вам задаю в качестве домашнего задания. Поэтому, да, поэтому, что вы не додумаетесь до ответа, потому что никто не додумался. А если кто додумается, вы сообщите, потому что это открытие. Короче говоря, вот эти программы новые, они нас начинают переигрывать на нашем поле. Нам есть основания перестать читать газеты и сидеть на рельсах. И ждать, пока они нас раздают. Давайте следующий слайд посмотрим. И на этом слайде мы говорим вот о чём. Чем нас сейчас все пугают? Нам говорят, огромная скорость перемен, очень сложный мир, нам в нём не сориентироваться. Но дело в том, что это только на первый взгляд так. Потому что мы всегда жили в многозначной и очень противоречивой среде. Представьте себе, я этот пример часто привожу. Представьте себе, что вы живёте в джунглях или в саванне, что у вас уже нет шерсти, вы голый, у вас нет орудий труда, у вас уже нет мощных клыков и когтей, и все вокруг хотят вас съесть. Я не думаю, что это ситуация, в которой не возникает стресс. Это очень стрессогенная ситуация. и она очень многоликая, и нужно быть хитрым, чтобы переиграть врага. Поэтому такие вещи были всегда. Но сейчас бывает пропадает сигнал, конечно, ничего страшного, сейчас дождёмся. Ну что, интересно, согласитесь? Связь есть, продолжаем. Связь снова появилась, Татьяна Владимировна, слушаем вас. А я не знаю, где она пропала, потому что я-то не вижу этих пропадок. Буквально пять секунд назад она пропала. Ну хорошо, короче говоря, я повторю маленькую такую вещь, что новое, это огромная скорость изменений. Понимаете, то, на что давным-давно уходили тысячи лет, потом сотни, потом десятки, потом годы, потом месяцы, потом недели. Сейчас на это уходят часы. Ты не успеваешь опомниться, как тебе надо менять телефон или компьютер, потому что уже программы, которые с ним несовместимы. То есть ты всё время находишься в этой гонке, как, знаете, одна из моих любимых книг «Алиса в Зазеркалье» и «Алиса в стране чудес». Там кролик был, который всё время бегал, как чумолоч, и говорил, что для того, чтобы хотя бы оставаться на месте, нужно всё время бежать. Это вот то, куда мы попали. Неприятной чертой современной жизни является то, что у нас фактически исчезла способность проверки информации. Раньше мы говорили, хорошо, раз книжки написано, ну, её там проверяли, разные люди редактировали, значит, так и есть. Мы сейчас понимаем, при современных технологиях можно снять любое видео, вы будете находиться хоть в Перу, хоть на Марсе, вот, и всё это будет очень правдоподобно, и вы даже будете там говорить то, чего не говорили никогда. А как у меня есть вообще шанс хоть какой-то информации доверять? Как это сделать? Следующий слайд, и над этим стоит подумать. Мой ответ такой, знать, где брать информацию, другого варианта нет. Вот посмотрим на наш мозг, вот на картинке, которая слева от вас, вы видите вот такие цветные изображения, это то, как в научных статьях сейчас выглядит обработка, уже статистическая обработка сигналов, которые мы получаем из мозга разными нейровизуализационными методами, ну, например, позитронно-эмиссионная томография или энцефалография или ФМРТ, функциональный магнитный резонанс. Потом есть очень сложные системы обработки, и тогда мы получаем так на этой картинке не просто в какой части мозга активность есть тогда, когда какое-то задание человек выполняет, а как идёт эта активность, то есть откуда она начинается, что с чем связано, короче говоря, это не фотография, а это кино, если так в кавычках говорить. Наш мозг самое сложное, что есть во Вселенной, это я вас уверена, возможно, он даже сложнее, чем сама Вселенная, ну, или во всяком случае не менее сложен. информация передаётся от нейрона к нейрону или от группы нейронов к другой группе нейронов с помощью разных химических и электрических событий, которые проходят через так называемые синаптические соединения. Для того, чтобы это связалось с этим, они должны вот тут перепрыгнуть через промежуток синаптических соединений в человеческом мозгу. квадриллион — это совершенно запредельное дикое количество. Нейронов у нас примерно 75 миллиардов. То есть это страшные величины. Более того, типов нейронов, как мы теперь знаем, примерно тысяча. Скажем, когда я училась, считалось, что их, ну, к примеру, 5 или 10. Теперь их тысяча. Это сеть, которая у нас в голове есть. Причём она так запредельно сложна у любого из нас и у самого глупого и у гения. Это невероятно сложная вещь, которая здесь лежит. И я с чего начала, тому и сейчас подбираюсь. Кто хозяин в доме? Я хозяин? Или она мне навязывает то, что умеет сама? Без ответа на этот вопрос остаёмся. Эта сеть нестабильна, она развивается всё время. есть свои законы, и она подчиняется социуму или, может быть, более мягко скажем, внешней среде. То есть каждый из нас рождается со своей нейронной сетью, и более того, там нейронов больше, чем будет потом. Большая часть из них отомрёт за ненадобностью. Но для того, чтобы выстроилась нейронная сеть, должны происходить внешние события. Вы должны смотреть, слушать, нюхать, трогать. Чем больше, более многообразный мир вокруг вас, тем более сложной, тонкой и интересной будет ваша нейронная сеть. Давайте следующий слайд, посмотрим, что на нём. Итого, мы живём в мире разных сетей. Эти сети не только ВКонтакте, Фейсбук и аналогичные, но это и социальные сети, в которых мы живём реальные. Я имею в виду не компьютерные, а реальные. У всех у нас есть какое-то количество знакомых и друзей. Вот есть так называемое число Данбара. Это допустимое количество социальных связей в зависимости от того, какой мозг, какого размера. Мозг у данного существа, ну, например, у самых близких нам биологических родственников, у обезьян, у которых в три раза меньше мозг, чем у нас, у шимпанзе. Исходя из этого размера мозга, размер социальной группы должен быть примерно 50 особей. И 3-4, ну, 5 особей должны составлять ближний круг. У человека, соответственно, в три раза больше, то есть примерно 150 людей, это его большой круг, и 12-15 близких. Ну, а теперь посмотрите в свой телефон. И у человека 21 века, что вы там увидите? Вы там увидите тысячи номеров. Мой вопрос такой, а мы это выдержим? Это огромный удар по нашим сетям. Мы в состоянии это держать, этот удар? Вот я не знаю ответа, но хочу увидеть следующий слайд, пусть нам его перевернут. Итого, мы живем среди гиперсетей. У нас в мозгу сети, сети, сетей, сети, сетей, сетей, сети, сетей, сетей. Представляете себя, то есть гиперсети в мозгу ужасно сложны. У нас ужасно сложны сети в социуме. Я имею в виду не ВКонтакте, Фейсбук или еще что-нибудь в этом духе, а в реальном социуме. Мы являемся частями очень разных сообществ. То, куда мы ходим в парикмахерскую, тот магазин, в котором мы все покупаем, тот университет, те друзья родители или те друзья наши и так далее. Эти сети разрываются и перестраиваются. Они перестраиваются все время. Кроме того, уже родились дети в технологическую эпоху. Таких не было. Мне часто задают вопросы, я не дожидаясь этого вопроса, на него отвечу. А что, эволюция поменялась? Это рождаются дети с другими мозгами? Нет, дети не рождаются с другими мозгами, потому что эволюция требует огромного времени. Я имею в виду биологическая эволюция, а не технологическая. И такого времени не прошло. Поэтому речь идет не о том, что они рождаются с другим мозгом. Но они рождаются с таким же мозгом, а вот дальше что начинается? Они ведь уже рождаются чуть ли не с гаджетами в руках. Понимаете, они сразу получают удар по этой нейронной сети, с которым человечество никогда не сталкивается. они гораздо быстрее развиваются. И я, честно говоря, не знаю, что будут делать учителя с детьми, которые родились сейчас и которые к моменту, когда они пойдут в школу, будут совсем другими людьми. Кроме того, поскольку мы пришли в такой мир, то мы столкнулись с тем, что юридические нормы, этические нормы все провалились. у нас нет законов, которые управляли бы этим миром. Никто никому не верит. Информация, мы все время говорим, это фейк, и это фейк. Какие эксперименты можно ставить над животными или над людьми? Например, можно чип в голову человеку вставить? Вот Илон Маск, как вы, наверное, видели, месяца три, наверное, назад это было, он чип внедрил в мозг свиньи, а это очень серьезный мозг, и управлял ее поведением через этот чип. А недавно, буквально в этом месяце, что ли, может быть, не в мае, но в апреле никак не раньше, показано, я сама видела этот фильм, как и вы, вероятно, чип в голове у обезьяны, и внешний носитель управляет действиями этой обезьяны. Это вам ничто не намекает ни на что. Следующий слайд, пожалуйста. Поэтому мы должны что-то с этим делать, мы должны разработать другие этические нормы. Ну, вот уже, например, говорят, что мы не позволим игры с геномом, скажем, дети на заказ. Хочу, чтобы ребенок был, чтобы была девочка один глаз голубой, другой розовый, чтобы у нее были ноги росли от ушей, чтобы у нее IQ был такой, каких не бывает у машин, объем талии такой-то, волосы золотые. Понимаете, нельзя в эту игру играть. Это игра, убивающая человека. В эту игру играть нельзя. Значит, нужны новые законы, которые это запретят. С другой стороны, вы мне могли бы сказать, а может быть, даже и говорите, просто я не слышу. вы могли бы мне сказать, ну хорошо, если генетики знают, что у этого человека возможна наследственность на серьезную онкологию или, возможно, наследственность на шизофрению, которая у него разовьется, когда ему будет 21 год, предположим. И мы знаем, что нужно подправить в геноме. Давайте подправим, давайте избавим этого человека от такой опасности в дальнейшем. Ну что плохого? Вроде все хорошо. За исключением одного. Исправив вот эту штучку, мы уверены, что мы не напортили всю сеть. Что вот изменение здесь не принесет изменений здесь, здесь, здесь и здесь. Мы не знаем, мы очень мало знаем пока. Кстати, хочу сказать, что если бы я свою научную жизнь, вопрос о выборе, вот вы начали с выбора, если бы я сейчас начинала, я бы, наверное, пошла на биологический факультет учиться генетике. Потому что то, что умеет генетика сейчас, это просто фантастика. Они могут работать, вот палеогенетика, они могут работать с геномом древних людей, неандерталец, денисовец, они могут определить, чем болели фараоны, кто кому был сын, дочери, муж, жена и так далее. Невероятные вещи они умерли. Ну вот, итого, в какой мир мы попали? Этот мир текучий, он прозрачный. Мы же понимаем, вы современные люди, мы же понимаем, что все знают, где я сейчас сижу, и с кем я обедаю, что я ем, что я покупаю, чего я не покупаю. Но мы же все это знаем. Этот мир нестабильный, он сверхбыстрый, он гибридный, он мерцает. Что нам делать в этом мире? Мы умеем в нем жить? Давайте дальше поедем, посмотрим, как мы будем выбираться из этого. Мы также знаем, что уже есть автономная жизнь цифрового мира, уже есть интернет вещей, уже есть самоорганизация сетей, потому что есть, у сетей есть свои законы жизни, понимаете? Они даже независимы от того, что это за сеть. Сами сети могут меняться. У нас растет недоверие к информации. Мне говорят часто, я-то с этим сталкиваюсь все время, мне говорят, ой, вы в таком-то интервью вот такую-то вещь говорили. Я в жизни никогда такую вещь и не говорила. Более того, я не давала этого интервью. Но я не могу находиться в ситуации судебной тяжбы, так сказать, ежедневно. Поэтому я махнула рукой просто. Дальше, вот последнее, что я здесь пишу. Цифровая реальность не только может, она уже стала признаком отбора в социум. Начнем с простого. Вот сейчас, когда в связи с камерой, все идут на дистанционную, в дистанционной жизни. Одно дело, когда мальчик или девочка сидят там в Нью-Йорке, в Москве, в Петербурге, или в местах, где хороший быстрый интернет, где все это налажено. И совсем другое. Все ведь об этом читали. В интернете полно таких примеров. Когда ученику там седьмого класса для того, чтобы получить задание по математике, нужно залезть на березу, и только там ловится интернет. Он должен на этой же березе выполнить это задание и отправить учительнице. Понимаете? Хорошо, могут быть целые страны. Есть эти страны. Где-нибудь посреди Африки. Ну, что? Они же выпадают из конкуренции вообще. Понимаете? Если они не будут иметь вход в этот мощный, быстрый, дорогой и все время улучшающийся, уж во всяком случае ускоряющийся мир, значит, можно считать, что их нету, что ли? То есть целые народы могут быть выброшены из этого. Вообще довольно страшная перспектива. Давайте дальше поедем. Насколько я понимаю, уже не так много нам осталось. У нас есть тревоги. Одна из тревог касается детей. Что обычно родители, а также учителя детям говорят? Ты себя хорошо веди, хорошо учись, выполняй домашние задания, вот будешь все пятерки получать, и тогда потом у тебя будет хорошая, правильная жизнь. То есть даже некоторые, кто поумнее прямо, говорят что-то вроде того, что у тебя сейчас не настоящая жизнь, она у тебя только впереди, еще эта жизнь. А пока что ты как бы черновик живешь, ты сможешь потом исправить. Для тех, кто забыл, я сообщаю, что жизнь человека началась в тот момент, когда материнская клетка соединились. С тех пор идет ваша единственная жизнь. Я вот, хотя и общалась неоднократно даже с его святейшеством Далай-ламой, а как известно, в буддизме один из основных таких пунктов — это реинкарнация, но я из другой культуры, и про реинкарнацию только теоретически знаю, поэтому я из того, что это моя единственная жизнь. Так вот я ее уже живу. Понимаете? Вот то, как я прожила последние полчаса, я больше никогда не проживу, потому что они прошли. Стрелки в обратную сторону двигаются только вот в механических часах. Жизнь не черновик. Вы должны ощущать радость, блеск, все опасности жизни. Вообще все вот сейчас. Их потом не будет, потом будут другие. Цивилизация праздности. Я об этом уже говорила. Хорошо, все делают машины. Мы же знаем, может быть, ферма, на которой работают два человека, пожилых к тому же, но все так автоматизировано, так все продумано, что там гектары растут апельсинов и каких-то прекрасных вещей, еще коровы пасутся, эти искусственные интеллекты кормят, поят, доят, сам из них там делает сливки и творог из этого молока, и сыр. Чем займутся люди? Они готовы к этому? Или они от тоски вообще совсем пропадут? Поэтому нужно выстраивать свой культурный мир очень активно. Вы должны так построить свою жизнь, чтобы вопрос о скуке вообще не вставал никогда. Я вот, наверное, просто не знаю, что такое скука. Я просто этого не знаю. А это как скучно? У меня такое количество книг дома, что я их ненавижу, потому что я понимаю, что я их не успею прочесть даже. А сколько музыки у меня стоит, которой я... Мне некогда ее слушать. Какая, может быть, скука? Я не понимаю. Ну и дезориентация в мире. Ну, об этом, собственно, я все это время и говорила. Как в этом мире жить? Я кто в этом мире буду? Бухгалтер? Бухгалтер не нужен. Я буду ученой? Да, я буду ученой. Но какой именно ученый? Что я должна выучить? О чем я должна подумать? Что вместо меня, скажем, big data? Массивы, огромные массивы данных. Человек просто не в состоянии с этим работать. Это, например, если вернуться к теме генома. Просто нельзя работать без мощнейших программ. которые перекручивают весь этот материал гигантский. Просто человек этого не может сделать. А человек-то что будет делать? То есть нужно выстроить свою жизнь так, чтобы слово скука вам было просто неизвестно. Давайте следующий слайд, и мы стремительно движемся к концу. Итого, мы оказались все-таки в совсем новых условиях. Подделки чуть ли не лучше, чем оригиналы. Искусственный интеллект вам придумает любые новости. Искусственный интеллект учится быстрее, чем мы. Киберугрозы, даже сейчас смешно об этом говорить, мы об этом только и слышим, если, не дай бог, включишь телевизор. Плюсы и минусы human-computer interactions, то есть человеко-машинное взаимодействие, очевидны. Потому что мне, ну у меня целый ряд друзей, профессоров, которые занимаются таким вещами, я говорю, послушайте. Но мы же придумали вот эти воздействия на мозг. И человек, который до этого был парализован, он ни рукой не может двинуть, ни сказать ничего не может, он как бы в скорлупе в такой лежит. А из-за этих технологий мы его возвращаем в жизнь. О чем спор? Но вы же понимаете, что тот же щуп, которым я могу туда информацию отправить, им же я и обратно ее выдаю. Так что опасности здесь есть. Ну и, конечно, это новый тип глобализации, а именно глобализация по технологическому принципу. То есть мы, ну в общем, я говорил уже. Давайте следующий слайд. И поэтому на уровне ООО, на уровне Всемирной Организации Здравоохранения и так далее. Хотя все эти организации с подмоченной репутацией, как мы знаем теперь, но все-таки на международных уровнях такого масштаба идет работа по выработке этических норм. Ну скажем, нельзя эксперименты проводить на дельфинов. Нельзя, об этом сейчас речь идет, нельзя эксперименты проводить на врановых. А вы знаете, что интеллект ворон и воронов пару лет назад признан равным интеллекту шимпанзе. А шимпанзе следующее за нами, кстати. Так вот, что с ними нельзя, поскольку они высокого такого уровня. Хорошо, а разве дело только в интеллекте? А рыбу вам не жалко? Ну и так далее. Короче говоря, вот что. И речь идет о таких явлениях, как Next Generation Technologies и Нейрохакин. Нейрохакин. Это то, что я сказала. Вы не только можете внедрить в голову то, что поможет этому человеку вернуться к жизни, но и вынимать оттуда из этой головы, ну и, конечно, работа с геномом. Давайте мы заканчиваем уже, насколько я понимаю. Давайте следующий слайд. И какова цена образованию, которое сейчас идет. Ясно, что это образование понимания, а не запоминания. Мне не нужно помнить так много. Я должна воспитывать людей годных к постоянным переменам. Они не должны впадать в шок, в обморок и в стресс. Нужно учить тому, как проверять информацию. Нужно учить тому, как учиться и как противостоять тяжелой и быстрой жизни. Нужно формировать способность жить в этом новом мире и сохранять человечность. Давайте следующий слайд. И на этом слайде я хочу сказать, что как когнитивная наука, которой я занимаюсь, так же и педагогика, которой я занимаюсь только боком, она имеет совершенно новые вызовы. как это использовать эти современные технологии для того, чтобы обучение шло совершенно другого типа. Оно не должно быть таким, как то, что вы видите сейчас. Сейчас это и подразумевалось. Если просто сидит говорящая голова и говорит то же, что она говорила в классе, это не годится. Здесь должны быть совершенно другие методы. Поэтому нужно разрабатывать программы подготовки таких новых детей. Их пока нет. Нужно разрабатывать программы подготовки родителей. Родителей таких нет. Они не знают, что делать с этими детьми. Они заняты, все нервничают, все, особенно в пандемии, все друг другу остычертили. Разве нет? Все всем надоели. Дальше следующий слайд. Поэтому нам стоит немножко притормозить, сесть и подумать на тему того, с чего мое выступление начиналось. Кто мы? Что мы хотим? Давайте даже не про человечество. Я лично я, что хочу я. Каждый пусть себя спросит. Ну, очевидных вещей, чтобы было где жить, чтобы были деньги, на которые жить. Давайте без банальных вещей. Серьезно. как не потерять базовые представления о реальности? Виртуальный мир становится более реальным, чем реальный. Об этом говорят психиатры, об этом говорят детские психологи, об этом мы сами знаем. Он становится таким правдоподобным, что фильм «Матрица» это детский сад по сравнению с тем, во что мы сейчас входим. И мы должны не потерять контроль над этой реальностью. нам научиться надо жить на этой планете. Давайте следующий слайд. И для того, чтобы на этой планете можно было жить, мы должны не копиями питаться, а оригиналами. Мы должны вот такие вещи не забыть. Человеческое в человеке мы не должны потерять. Слушать живую музыку, не ту, которую компьютер написал, можно ее послушать в качестве забавы. Понимаете? Мы должны не потерять человеческие чувства. Вот я закончу знаете на чем? На том, что проводились исследования школьников, опросы школьников и студентов. Вопрос был такой, какой для вас идеальный учитель или преподаватель? Я была удивлена. Почти никто не говорил, это тот, кто много знает, потому что это и так очевидно. А кроме того, Алиса довольно много знает, и Окей Гугл тоже довольно много знает. Конечно, это не то, что учитель, это даже говорить нечего. Учитель не может быть заменен никакой программой, но это не на тему, вот это называется мышкой, понимаете? Не на эту тему, а на тему понимания. Так вот, дети, а также студенты отвечают, хороший преподаватель или учитель, это тот, кто меня понимает, кто готов меня выслушать, кто готов меня утешить, кто готов дать мне совет, кому я доверяю. Вот это неожиданно, кстати. Дети не говорят, я хочу того, который помнит таблицу логарифмов наизусть. Зачем это нужно-то? Это вот как раз никому не нужно. Я заканчиваю вот на чем. Нам чрезвычайно важны человеческие качества. Именно человеческие сочувствия. Вы подумайте, ребенок маленький, он загнан в угол, он боится подойти к учителю, тем более, где к нему подойти, когда пандемия, да? И родители вообще его посылают подальше, потому что я сам занятый вообще от меня. Учителю родители говорят, мы вам его сдали, вот вы его и учите. Ну, понимаете, это же несерьезно. Все загнаны в угол. Родители не знают, как воспитывать. Учителя мучаются, потому что они находятся на передовой. Они находятся на передовой, и они должны объяснить человечеству, как ему жить в этом мире. Если они не смогут это сделать, то вырастет поколение, с которым будет неизвестно, что делать. Татьяна Владимировна, означает ли сейчас ваши слова, что все-таки эмоциональный интеллект, он важнее, чем IQ? Да, я уверена, что он важнее, чем IQ. И знаете почему? Потому что IQ нам суперкомпьютер покажет. Для чего он мне? Я уже сто раз говорила, если бы мы попросили Моцарта, Бетховена, Пушкина, Шекспира и дальше по списку, включая Эйнштейна, не только художника. Пройти тест IQ большинство из них завалили бы этот тест. Тогда еще следующий вопрос про суперкомпьютер. В конце концов, компьютер можно почистить, можно перегрузить. Вы неоднократно говорили о том, что могу неправильно привести цитату, но тем не менее надо не засорять свой мозг, надо читать хорошие книги, смотреть хорошие фильмы, общаться с умными людьми, но тем не менее мы живем в социуме и свой мозг, к сожалению, часто засоряем. Можно ли каким-то образом его почистить, перезагрузить, что делать, дайте совет. Нет, вот нельзя его почистить, перезагрузить. Я думаю, каждый из сидевших здесь, если вспомнить, он сталкивался с ситуацией, я сегодня утром с этим столкнулась, у меня какая-то идиотская фраза, я даже не буду ее повторять. Вот звучит и звучит в голове, просто беда какая-то, какой-то кусок абсолютно идиотского стишка, который я то ли в такси слышала, то ли еще где-то, и я не могу от него избавиться. Разве вы не знаете? Или мелодия какая-нибудь идиотическая начнет звучать и звучит трое суток. Вот этим-то мозг и плов, что в него что попало, то там и осталось. Поэтому если, но я живу нормальной жизнью, так уже, как мы все, поэтому я слышу, что эта всякая дрянь туда попадает. Но если есть возможность себя избавить, ну хотя бы самому не идти смотреть какой-то чудовищный фильм или слушать какую-то юридскую музыку. Хотя бы самому себе туда этот хлам не кидать. Устроить некий фильтр. То есть да, стараться фильтровать. У нас вопросы из зала, ребят. Давайте задаем вопросы. Ушаков Андрей, Российский университет дружбы народов. Татьяна Владимировна, как вы относитесь к ЕГЭ? Можете ли вы считать, что экзамены это лучшая тренировка для мозга? И что вы можете посоветовать школьникам и студентам в борьбе со стрессом во время экзаменов? И могут ли переживания влиять на работу мозга? Спасибо большое. Невероятно актуальная тема, сами понимаете. Да, вы задали сразу несколько вопросов. Я постараюсь на все на них ответить. Про ЕГЭ. Я, как и многие мои друзья и коллеги, относилась к ЕГЭ очень отрицательно. С самого начала, когда он вылез и занял с собой все пространство. Но я, как университетский профессор, хочу вам вот что сказать. Если бы не ЕГЭ, большинство студентов, которые сейчас у нас учатся, уже многие годы учатся и закончили, и они уже преподают, они бы никогда не поступили в Петербургский университет и в Московский. Почему? Не только потому, что, прямо скажем, была и коррупция. Ну, чего там мы будем говорить. Но и согласитесь, молодой человек, который живет на Курилах, ему нужно было бы за большие очень деньги поехать в Москву. здесь где-то жить, сдавать эти экзамены, провалиться, ехать обратно. Это, кроме всего прочего, очень большие деньги. Сейчас он посылает свои бумаги, там ничего не подправить, не подделать не может никто. Это честная игра. И у кого высокий балл, тот проходит. Мы живые свидетели того, что это играет игра. когда мы 1 сентября или там 2 сентября встречаемся с новобранцами, так сказать, с теми, кто только что поступил, и знакомимся с ними, мы спрашиваем, вы откуда, вы откуда. Не менее 70% не из столицы, а из провинции, в том числе из очень далекой провинции. Я повторяю, все эти дети не попали бы. Когда я училась, у нас, по-моему, вообще ни одного человека не было, не из Петербурга или Москвы. Так что у ЕГЭ есть несомненные плюсы. Это объективность, это есть. Теперь минусы. ЕГЭ это вроде IQ, понимаете, оно проверяет вот эту способность крестики и нолики. Ну как я издеваюсь над этим, говорила. Вопрос, кто написал Евгения Онегина? Первое, ответ, Ленский, второе, Достоевский, третье, там, я не знаю, Наташа Ростова. Ну понимаете, ну идиотский вопрос. Конечно, таких вопросов там нету, но ЕГЭ и подготовка к нему выбивает у людей способность учиться не ради того, чтобы эти крестики с ноликами в правильных местах там поставить, а ради того, чтобы понимать, почему они учатся. Понимаете, творческие вещи ЕГЭ не ловит. Татьяна Владимировна, вот говорят, что трудная работа это лекарство для мозга, но вот чем и как тогда лучше лечиться? А что вам трудно, тем и лечиться. Вот я знаю точно. но нужно, 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 я вот как вам скажу, для каждого трудное свое. Ну вот смотрите, я, например, в физике ничего не понимаю. Означает ли это, что мне надо сейчас пойти взять учебник по физике и пытаться в ней разобраться? Нет, не обязательно. Вы можете взять книгу по искусствоведению, которую написал не для пятиклассников, а для специалистов. Понимаете, хорошие специалисты. Ее читать очень трудно. То есть по факту любая информация трудная, которая для восприятия? Та, которая трудна лично вам. Понимаете, себе не надо спуску давать, потому что в мозгу что происходит? Если вы задумываетесь, если это идет действительно трудная работа, там образуются новые связи. Вы строите себе нейронную сеть. Вы сами строите себе нейронную сеть. Если вы хотите, чтобы она была хорошего качества, работайте. Вот эта-то беспроигрышная работа, она только для вас. Татьяна Владимировна, мы строим нейронную сеть. Например, ребята готовятся к экзаменам. Это все трудная работа, огромное количество литературы, зачастую непонятные истории. И это все повышает уровень тревожности и уровень нашего стресса. А как с этим тогда бороться? Это другая история. Вот их не надо в одну кучу. Но я бы сказала так. Вот я сейчас нехорошую вещь скажу. Потому что я совет-то дам, а другой вопрос, как его исполнить, этот совет. Потому что теорию я сама знала. Ну, например, когда ты сталкиваешься вот с такой очень тревожной ситуацией, можно себе сказать, ну, хорошо, я провалю экзамен. Ну, провалю, и гори он огнем. Разве нет? Ну, пусть он вообще горит огнем. Это не более, чем экзамен. Хорошо, сейчас провалил, а потом не провалю. А более того, может быть, и хорошо, что я его провалила, я за этот год пойму, что мне вообще на этот факультет и в этот институт и ходить не надо было. Еще неизвестно, как писал Пастернак, ты поражение от победы и поражение от победы ты сам не должен отличать. Ты не знаешь, может быть, тебя небеса тебе специально сделали, чтобы ты провалил это все, потому что у тебя другая судьба. Но это легко советы давать, понимаете? То есть надо на весах взвесить, понимаете, я не знаю, здоровье близких родственников или твое собственное, или, не дай бог, твоих детей, или еще что-нибудь. Это абсолютные ценности, и на этом фоне какой-то экзамен догорел на огнем. Понимаете, вот можно ведь и так на это смотреть. То есть сбавить пафос провала. Провал еще неизвестно, провал он или не провал. У нас есть еще вопросы из зала. Ребята, пожалуйста. Да, Татьяна Владимировна, спасибо большое за такое интересное выступление, за возможность видеть вас, пускай в таком онлайн-формате. Меня зовут Екатерина Базарова, я студентка второго курса финансового университета. У меня такой вопрос. Вы в своем выступлении упоминали много про искусственный интеллект, про новейшие технологии, про гаджеты. И, конечно, очевидно, что мы стали заложником этой системы. И как вы считаете, какую цену мы за это платим? И значит ли это, что если какой-то вопрос мы можем загуглить, то не нужно это учить? Как вы считаете? Я твердо могу на этот вопрос ответить. про цену. Ценой является плохая память наша. Вот Наталья Петровна Бехсеревна, с которой я имела счастье последние годы ее жизни, много общаться. У нее был совет, когда ей, как теперь мне, бесконечно задавали вопросы, как сделать так, чтобы мозг там не затухал, лучше работал и все это. Вот ее ответ был один. Выбросить записные книжки. Все помнить. Номера телефонов помнить, что когда я должен делать, что в среду, что в пятницу. Слушайте, это абсолютно невозможно. Я вот эти слова говорю, но если у меня пропал бы, упаси Господь, Google календарь из компьютера, из моего, я даже не представляю, что вообще делать, потому что у меня каждый день расписан по часам. Я просто не могу этого помнить. Но из этого следует, что у всех у нас гораздо хуже память, чем она была у тех, которые жили до этой эры. Татьяна Владимировна, означают ли сейчас ваши слова, что если нам не обязательно что-то запоминать, можно найти в Google. Если хотел бы, чтобы эта информация у тебя осталась, то лучше книжку почитать. Ну, может быть, но с поправкой. Вот насчет книжку, понимаете, мне тут тоже надо будет поступать на днях. Книжку в смысле бумажную или книжку в смысле электронную? Книгу в смысле бумажную. А вот я вам отвечу, что, конечно, это тема для большого другого разговора. Поэтому я только намекну. книжки в очень близком будущем станут просто роскошью и эстетством. Потому что, ну, понятно, что все техническое, в том числе и я, разумеется, читаю электронное, ну, просто как бы незачем. Но если я захочу почитать серьезный роман или захочу посмаковать, ну, условно говоря, стихи Бродского, то последнее, что мне привело в голову, это прочесть это с экрана. Я всю прелесть этого потеряю. Мне нужно как страница, как она на ощупь, какой шрифт, как сделана эта книга. Это эстетство. И я бы даже сказала, снабизм. Так что, но это ответ не на тот вопрос, который вы задавали. Ваш вопрос был такой. Если устройство какое-то может помнить вместо меня, то пусть и помнит, не буду утруждаться. Это возможен ответ, да. Но вернувшись на шаг назад, я повторю то, что уже сказала. В другой форме только. Вот каждый из нас родился на этот свет с какой-то своей нейронной сетью. Точнее говоря, с тем, что потом станет вашей нейронной сетью, потому что она строится жизнью. В какой-то момент все мы отправимся в лучший мир, и кто-нибудь из Апостолов нам скажет, ну а вот теперь покажите, какую такую нейронную сеть вы выстроили, и что вы на ней написали за свою жизнь. Так вот, если иметь в виду вот такую постановку вопроса, то я заинтересована, чтобы туда попало много качественной, хорошей музыки, литературы, чудесной науки, знакомства с прекрасными людьми, живописи и так далее. Потому что это мое личное хранилище шедевров. Я не хочу, чтобы там лежали эрзацы, понимаете? Я хочу хороший кофе пить, я не хочу пить подделку. Вот что я вам скажу. Татьяна Владимировна, спасибо за ответ. И еще вот такой вопрос. Вы не активны в интернете, в социальных сетях. Вот можно сказать, что это такая личная позиция, которая могла бы сегодня стать неким примером для ребят, которые здесь. Понятно, что отказаться полностью от присутствия себя вот в этом виртуальном мире невозможно сегодня. Но все же нужно ли, может быть, какой-то такой диджитал-детокс устраивать постоянно для себя? Абсолютно полностью согласна. Насчет диджитал-детокс мне не приходила в голову эта формулировка, но это точно, вы говорите. Я знаю, почему там. У меня, во-первых, нет на это времени. Это даже не то, что у меня уж такая там отрыжка на эти социальные сети. Хотя не без этого. У меня просто время. Ведь это же вы же все знаете. Этим нужно заниматься все время. То есть, если ты там два дня уже не появился, то все. Ну, неужели я свою единственную жизнь? Мне не хватает времени, я повторяю, чтобы прочесть серьезные книги, а я буду с какими-то дурами там общаться. Правильно они понимают, мозг или нет? Да в горе они огнем. Хотят они общаться? Другому. Извините за такое резкое высказывание. Но оттуда, убраться оттуда целиком не выходит. Вот там есть у меня и в Фейсбуке, есть страницы, и даже в Инстаграме, но я вам говорю честно, что это не я, я не веду их. Это люди, которые ведут их с моего согласия. Понимаете? И если вдруг я нарываюсь, а нарываюсь я, потому что друзья-то неприятно всегда готовы сказать, вы же понимаете. Поэтому они мне звонят там и говорят, ты совсем сдурела, что ты там в таком-то интервью сказала. Тогда я лезу туда и вижу, что там от моего имени что-то такое происходит. А я перед расстрелом такого бы не сказала. Это невозможно. Понимаете? Поэтому я немножко отслеживаю, и я доверяю тем людям, которые это делают. Они меня спрашивают. Но это не я сама. Но это просто невозможно. Это невозможно. Это роскошь, которой я не могу себе позволить и не вижу смысла. Но я, знаете, на чём закончу? Нам надо действительно заканчивать уже. Мне пишет примерно человек сто в день. Из них примерно восемьдесят пять полностью сумасшедшие. И эти люди все пишут примерно одно и то же. У меня забит компьютер. У меня, знаете, вот такой формы, что я всё время жму на неё. А если они пишут одно и то же, как вы тогда определяете, кто из них сумасшедший? Нет, это очень быстро. Ты с первых строчек видишь. Это я могу даже научную работу написать. Они все пишут примерно так. Вот вы говорите, что вы не знаете, как действует человеческий мозг, и что такое сознание. В отдачменте моя рука 968 страниц возьмем кеглер. Внимательно её прочтите и прокомментируйте. Это последнее, что я буду делать в жизни. Понимаете, там всё написано, как устроена Вселенная, как устроен мозг. Я только не понимаю, почему они не Нобелевские лурятки. Этого не знают никто, но этого знают каждый божий день. Человек восемьдесят таких появится. Татьяна Владимировна. Советую вам себя беречь. Понимаете, времени у нас мало у всех. Независимо от того, сколько нам лет. Жалко его тратить на придурков. Вот прямо вам говорю. Конечно, с большого экрана такие слова произносить нельзя. Но я вам хочу сказать, что это самое мягкое, что я могла сказать. Татьяна Владимировна, мой вечер вы стопроцентно сделали сейчас. Это просто. Спасибо большое за восхитительную лекцию. Спасибо за эти напутствия. Татьяна Владимировна, мы вас еще раз благодарим, аплодируем вам. Спасибо, что были с нами. А я вам. А я вам. Спасибо. С нами была совершенно невероятная, потрясающая Татьяна Владимировна Черниговская, российский биолог, лингвист, асимеотик, психолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета и просто женщина с потрясающим чувством юмора.